Здравствуйте! На канале Несей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю по пятницам мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям Красноярского края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня в выпуске. Красноярец изобрел новый метод диагностики серьезных заболеваний. Насколько он эффективен и где его уже применяют. Вредная привычка, которая ежегодно убивает сотни жизней. Какие методы теперь используют в нашем регионе в борьбе с никотиновой зависимостью? Кто вылечил известного архитектора Орега Демерханова от серьезной болезни, которая обездвижила его пальцы? Знакомимся с микрохирургом, которого ставят в пример будущим врачам. Преподаватель Красноярского медицинского университета разработал новый метод диагностики заболеваний. Ученые уверяют, что ответив на 20 простых вопросов, можно понять, каким риском подвержен ваш организм и, напрямую, каким врачам нужно ходить почаще. Как к подобному ноу-хау относятся коллеги ученого и как математика сегодня помогает медицине, расскажем прямо сейчас. Мы разработали с использованием различных математических алгоритмов и математических моделей такую диагностическую систему, которая позволяет нам определить, есть ли у человека, в данном случае, туберкулез. Артем Наркевич, преподаватель кафедры медицинской кибернетики Красноярского медицинского университета, показывает свое изобретение – новый метод диагностики. С помощью разработанного им теста теперь каждый желающий может самостоятельно выявить риск развития туберкулеза, онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний. Наш тест состоит из чуть более 20 вопросов. Это такие вопросы, которые охватывают уровень образования, социальный статус пациентов, их уровень дохода, благоустройство их жилья и так далее. То есть, ответив на эти вопросы, человек может определить свой индивидуальный риск развития туберкулеза и кратность флюорографического обследования, то есть, как часто ему необходимо проходить флюорографию. Многие ученые уверены за такими разработками будущей медицины. В медицине сейчас с введением электронных медицинских карт накапливается очень большое количество данных. О людях это медицинские данные, это социальные данные различные. И задача стоит не просто их накопить, но и использовать для того, чтобы делать прогнозы, давать людям рекомендации. И самое главное, что сейчас направлено в медицину – это профилактика. Новый метод диагностики заболеваний уже внедрили в ряд поликлиний города. Найти его можно в интернете, например, на сайте сибирского медицинского портала. Для этого необходимо набрать в поисковике риск развития заболеваний легких. Ответив на ряд вопросов, вы сразу же поймете, какие обследования вам надо пройти и как часто это необходимо делать. Заболевания легких считаются одними из самых распространенных в России. Связано это с тем, что более половины населения нашей страны продолжает курить. По данным статистики, каждый год от никотиновой зависимости умирает около 400 человек. С этой проблемой упорно борются не только политики, но и врачи. Например, не так давно в Красноярске начали применять новый психологический метод отказа от курения. Подробнее об этом расскажем далее. Легендарный красноярский музыкант Флорид Исламов почти 20 лет подряд выкуривал по две пачки сигарет в день. В результате начались проблемы с сердцем. Чтобы восстановить здоровье, врачи сказали – срочно бросай курить. Утром встал, как весы. Туда, сюда, туда, сюда. Перетянул в мою сторону. Я с утра, как обычно, ходишь курить на голодный желудок, да, я не пошел курить. Перетерпел час, смотрю, терплю два, три, четыре. И все, с тех пор я просто вот так как-то взял, оторвал вот здесь с мозгов вот это все и выкинул. И не курил. С тех пор прошло уже девять месяцев. Самочувствие, говорит, значительно улучшилось. Но вредная привычка дала побочный эффект. Флорид набрал 20 килограммов лишнего веса. Подобное явление врачи называют синдромом отмены. Когда человек бросает курить в первый месяц, у него усиливается аппетит. Появляется некое беспокойство. Чтобы помочь человеку навсегда отказаться от сигарет, врачи зачастую выписывают медикаментозные препараты, которые одновременно стимулируют и блокируют никотиновые рецепторы в головном мозге. С одной стороны, мягкая стимуляция рецепторов уменьшает симптомы отмены, человек легче переносит отказ от курения. А одновременный блок этих рецепторов лишает пациента в дальнейшем выкуривание следующих сигарет. То есть теряется смысл курения, потому что следующая сигарета, взятая и выкурена, не дает эффекта, который привычно и ожидаемо этот пациент ждет. Механизм формирования привычки курить чем-то похож на западню. Через легкий никотин попадает в кровь и достигая головного мозга, способствует выбросу дофамина. Это вещество отвечает за чувство удовольствия, память и концентрацию. Постепенно биохимические процессы перестраиваются и курильщик привыкает к определенному уровню никотина. Чтобы избавиться от этой зависимости, специалисты сегодня применяют не только медикаменты, но и такие способы, как иглоукалывание, гипноз, аутотренинг. А не так давно врачи стали использовать приемы из социальной психологии. Сейчас этот метод считается одним из самых эффективных. Дело в том, что сигареты формируют условный рефлекс, такой же, как в экспериментах Павлова. Чтобы отказаться от сигарет, достаточно разрушить сформированную привычкой нейросвязь. Сделать это помогают психотерапевты. При сигаретах, по сути, точно такой же условный рефлекс возникает на фоне снятия ломки. То есть человек сам момент снятия ломки, он может воспринять как расслабление, как снятие стресса, как помощь в какой-то определенной ситуации. Хотя на самом деле сама по себе сигарета ничего этого не дает. По словам врачей, самостоятельно отказаться от сигарет могут лишь от 5 до 10% людей. При этом, по данным статистики, более половины населения России курит. И если 5 лет назад 60% из них были мужчины, то теперь все наоборот. Среди курящих больше женщин. Специалисты уверены, в ближайшие годы количество зависимых от никотина людей должно сократиться примерно в два раза. В первую очередь за счет действия в России строгих законов в отношении сигарет. Кроме этого, сейчас в Красноярском крае работают 10 центров здоровья, где врачи бесплатно помогают справиться с никотиновой зависимостью. Узнать подробную информацию о них можно по телефону 290-54-48, который сейчас вы видите на экране. Далее наша постоянная рубрика «Полезные советы» от доктора Погожева. Он врач-гигиенист, который специализируется на предупреждении различных заболеваний. Сегодня он расскажет о том, какие продукты и в каком количестве нужно есть, чтобы избавить свой организм от холестерина. Здравствуйте, дорогие друзья! Атеросклероз неразрывно связан с понятием холестерин. Холестерин – это жироподобное вещество. Есть и другие жироподобные вещества, которые вызывают изменения типичные в сосудах, всевозможные разрушения. Об этом написано хорошо в учебниках, повторяться не будем. А вот лучше скажем о том, как избежать вредного поступления холестерина из пищи, и как сделать так, чтобы тот холестерин, вредный холестерин, атерогенный холестерин, который образуется внутри самого организма, своевременно его покидал. Для этого весьма вам всем рекомендую использовать растительную клетчатку. Вот смотрите, обычный укроп, петрушка. Если просушить, нарезав, просушить и потом в первое блюдо обильно посыпать сверху, то вот эта промокашка, естественная природная промокашка, напрочь свяжет холестерин, и транзитом он пройдет по организму, собрав по пути еще вредные токсины кишечные, выведет их из организма, и все будет хорошо. Сосуды будут чистыми, молодыми, старений не будет. Кроме того, весьма рекомендую обратить внимание на апельсин. Если апельсин почистить остро заточенным ножом, и обнажив ту растительную клетчатку белого цвета, которая находится под этой рыжей основой, то она тоже обладает ассорбирующим действием. Киви, вы все неправильно его едите. Вот это нужно удалить, вот это нужно удалить. Тщательно помыв, вот эта шкурка, под ней содержится огромное количество витаминов, и сама шкурка, это грубая, относительно грубая растительная клетчатка, которая обладает повышенной радостной поверхностью, она очень хорошо ассорбирует и прочно удерживает холестерин. Поэтому весьма рекомендую вместе со шкуркой. То же самое касается и яблок. Короче говоря, растительная клетчатка, 700 граммов в сутки, дробно поступая в организм, избавит вас от самого опасного заболевания, самого распространенного заболевания – атеросклероза. Всего вам доброго. Чтобы быть здоровым, надо получать удовольствие от своей работы. Так считает знаменитый врач-микрохирург краевой больницы Вадим Киасьян. Всю свою жизнь он посвятил микрохирургии. Благодаря ему многие пациенты, включая известных и почетных жителей края, вновь смогли двигаться и заниматься любимым делом. Рецепт крепкого сибирского здоровья от знаменитого микрохирурга в рубрике «Профессионалы». Поэтому я обращаюсь к Вадиму Тиграновичу с бесконечной благодарностью. Бесконечной. Заслуженный архитектор России Арек Демирханов благодарит врача за исцеление. Два года назад у него начались проблемы с пальцами на правой и левой руке. Они просто перестали двигаться. В результате профессор не мог писать, рисовать, да и вообще нормально жить и работать. Спасти руки знаменитого архитектора смог микрохирург Красноярской краевой больницы. То есть всех земных профессий человеческих самая благородная, самая нам с вами необханимая – это профессия исцеления. Это безусловно служение среди всех профессий. Вадим Тигранович обладает ей в полной мере. Вадим Тигранович Киосян уже более 20 лет работает заведующим отделением микрохирургии в краевой больнице. С подобным заболеванием, которое называется контрактура Депьюитера, к нему обращаются регулярно. В год он проводит около 100 операций, которые помогают восстановить движение. Представь, что тут вот так веревка лежит, и она постоянно становится короче. То она, конечно, начинает палец притягивать. И наша задача – эту веревку отрезать. И не будет ее. Причины, по которой появляется это заболевание, врачам неизвестно до сих пор. Есть лишь ряд теорий и опыт микрохирургического оперирования. И надо сказать, в Красноярске он достаточно успешный. Наша медицина, по мнению известного микрохирурга, заметно изменилась. Например, рентген-снимки теперь можно хорошо разглядеть в электронном виде. А через личный кабинет в интернете пациенты могут увидеть результаты своих анализов. Свою работу Вадим Киосян любит за то, что она позволяет заниматься тем, что ему больше всего в жизни нравится. Я бы не смог работать терапевтом, например. У терапевтов самая трудная работа, если сравнивать терапевтов с хирургами. В той области хирургии, которой я занимаюсь, нужно много технического и логического мышления. Глядя на успехи знаменитого микрохирурга, многие хотят посвятить свою жизнь исцелению людей. И один из них, конечно же, сын Вадима Киосяна, который уже точно знает, что пойдет по стопам своего отца. Так рождается династия врачей. Требователен Вадим Киосян в первую очередь к самому себе. Он не ест лишнего, по утрам регулярно делает зарядку и занимается спортом. Но главное, он очень любит свою работу. Если вы хотите сказать слова благодарности врачу, который творит чудеса, спас вам жизнь или вылечил ваших близких, звоните в нашу редакцию по телефону 233-0403. На этом у меня все. Желаю вам хорошего сибирского здоровья. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok